Привет, я Барабаш. Поиграем в Rare Red Keeper? Тогда продолжим. Так, в прошлой серии мы остановились. Не помню, на чем-то мы остановились. Так, помню, к нам приходил дух и просил какого-то надоедливого сожителя на кладбище выкопать и утопить. Скинуть куда-то в реку его труп, потому что он очень-очень мешает отдыхать другим. Пойдемся, этим тогда и займемся. Это пока такое самое яркое, что я помню. По-моему, вот этого надо выкопать. Так, эксгумация. Так, у нас есть разрешение на эксгумацию. Поехали. Выкапываем. О, господи, уж с какой. Так, почему его нельзя просто переселить, допустим, на другое место? Это было бы более гуманнее. Так, вот река. Выбросит тело. Ну, выбросим, коль просит. Вот, прикинь, вот кто-то вот на другом берегу или чуть подальше отдыхает, плавает, и тут трупик такой. Плюс это загрязнение окружающей среды, кстати. Загрязнение воды и так далее. А трупным ядом очень легко можно отравиться и умереть. Так, что это ты тут удумал, а? Призрак попросил меня выкинуть тело. А ты теперь делаешь все, что попросят? Не думаю, что он сможет тебе как-то навредить. У него ни одной твердой части не осталось, ха-ха. А вот и я могу тебя искусать до смерти, если что, пока ты спишь. Я этого, конечно, делать не буду, потому как мы друганы. Но намек ты понял, я надеюсь. Как по мне, лучше бы ты это тело сжег. Кстати, да. Так, куда река течет, думаю, это? Река? Ну, вниз куда-то, в город, наверное. Вот сюрприз их там ждет отменный. А как я могу сжечь тело? Слушай, а ведь ты, похоже, один из тех парней, который выглядит умнее, что есть на самом деле. Да, спасибо за комплимент. Вот, об этом я и говорю. Потребуются дрова и огонь. Неожиданно, правда? Есть, конечно, некоторые сложности в том, чтобы все сгорело дотла. А где я смогу сжечь-то тело? Нужно спокойное тихое место. Я как раз в таком обычно медитирую. Прямо через дорогу от морга у обрыва. Так, каждый важный персонаж, трещины хранителем кладбища, будет появляться в окне персонажей. Например, епископ. Его девиз «Молись, проповедуй, выглядит так, как будто выиграл ЛТИ». Так, под персонажем показан уровень отношений. С ним это вот эти вот улыбочки с маленьким. А справа перечислены связанные с ним задания. Блин, пораньше нельзя было рассказать. Так, некоторые услуги требуют определенного уровня. Вот они задания, вот они. Что нам еще надо найти? Нам нужно идти печать отнести... А, кузнецу. Так, поговорить с торговцем. Там, да, кузнец еще надо этих слизней-то убить. С каким-то торговцем надо поговорить. Так, бумагу чернила найти. Это и доказать. Все понятно. Так, через дорогу у обрыва... Через этот... Это в какую сторону-то? Так я не поняла, где сжигать можно. Через какую дорогу? От кладбища. Где? Может, вот тут вот костер? Топить палки. Не будем пока тратить. Так, а нам нужно что-то делать, чтобы зарабатывать камушки цветные, с помощью которых мы можем потом прокачивать себя. Да? Да, вот где технология. Где технология? Излечь кость. А нам надо это? Нам надо ли нам это? Горное дело. Склад железной руды. Так, примитивная ковка. Откроем. Так, пока что другого ничего не могу. Так, ну что, предложение какое? Поизучать немного карту, потому что мы тут не все открыли. Вот тут вот что-то есть еще. И вот дорога ведет дальше. Пока чисто ознакомительно погулять, встретить новых каких-то персонажей. Возможно, они дадут нам задание. Возможно, мы наткнемся на тех, кто поможет нам решить те вопросы, которые у нас висят сейчас. Это болото, кстати. Мы можем утонуть? Не хотелось бы, конечно, утонуть в болоте. Пойдемте пока следуем болото. Возможно, тут найдется что-то полезное. Железное. Какая-то руда. По-моему, необычная здесь должна быть. Железная руда. Железная руда, это, мне кажется, обычная железная руда. Так, что это? Я не вижу способа это убрать. Типа все, тупик. Так, рогоз. Вот это, кстати, это рогоз. Кто называет это камышом, это неправильно. Это рогоз. Камыш это маленькие какие-то беленькие цветочки, которые тоже растут в полнотистой местности. Но вот эта вот пушистая вот эта вот фигня, она называется рогоз. Ну, не застревай. Так, а потом забираем тело и хороним. Сначала так противно, а потом работаешь, работаешь, когда вливаешься вот в это все и прям даже не замечаешь. Там ни запахов, ни каких-то. Так, тут подготовлено у нас уже могил. Вот закопаем нового человечка, так сказать. Еще один похоронный сертификат. Кстати, их там можно, по-моему, продавать, да? Пойдемте тогда в таверну. Продадим похоронный сертификат еще. Пойдем дальше. Исследовать, так сказать. А, этих слизней надо еще убить, точно. Пойдемте убивать слизней. Вот это вот, по приказу великого инвизитора, этот проход закрыт до, 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 до. Это у нас до часов, до двух, да? После двух, получается, он открытый. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего. Как-то ягодки надо пособирать. Пускай будут на все эти случаи. О, это мельник, да? Мельница. Куда пошел-то, блин, я с тобой поговорить? Поговорить хотела. Так, вы можете попасть, но это пока... Это, это что это? Кто-то копает. Мельник у тебя тут роет кто-то. Стравить надо. Блин, а сейчас, наверное, все по домам-то скроются. Темно ведь уже. Хотя товарная, как же, должна работать прям вот... Не то, что до последнего клиента, а просто постоянно. Так, ну-ка. Как мне получить пропуск в город? Это не так просто. Инквизитор может предоставить ей пропуск в город. Ну и в конце концов, ты можешь просто купить гражданство. У вас какое-то гражданство есть. Дай подумать. Знаешь, есть один житель деревни, который может помочь. Шармель. Может, она тебе лучше расскажет, как его получить. Торговать. У меня, кстати, есть охоронные сертификаты. Давай-ка поторгуем. А у тебя камень телепортации. Вопрос, куда у меня телепортируют? Пока не будем деньги тратить. Узнаем, куда может меня телепортировать. А на купину. Так, Шармель это кто? Это та, которая поет? Это госпожа Чейнда. Это та, которая пела у нас и сказала, что мы недостойны с ней разговаривать. Такая вот высокомерная мадам. Так, где у нас лизни были? По-моему, где-то недалеко тут должны быть. Так, бить на пробел. Вот. Вот их надо бить. Их двое всего, надеюсь. Вот так. А дальше что? А дальше надо ждать, пока все встанут. Ладно, пойдем пока еще походим. Кстати, яйца. Свежие. Так, омлет и яичница. Торговля в чем? Так, перо, яйцо. Пока не надо. Так, вот сюда вверх. Если пойдем, куда забредем? Какие-то руины. Это что? И это место предназначено для рыбной ловли. Какие же места можно найти в деревне, на болоте, в лесу и на море? Рыбачить. Нужна удочка. Удочки-то у нас и нет. Так, дорога туда, дорога сюда. Пойдемте направо. Тоже какая-то что, пустыня? А, это море, видимо. Морское море. Кучка. Не могу пока. Нужна технология. У тебя есть лопаты. Ты можешь лопать, копать. Можешь землю, чтобы трупы закапывать. А горку, песочку ты выкопать не можешь. Пахнет чем-то вкусным, да еще и с дымком. Если хочешь, чтобы тебе погадали, отправляйся в город. Все там на заработках. Пытаются заработать на кусок хлеба с маслом и сыром. Хорошо. Это все тупик. Больше идти некуда. Там какие-то строения, построения. А зелененьких много, а красненьких пока маловато. Так, что за место? Эта дорога ведет к северной цитадели. Проход закрыт. То есть нам можно куда-то с цитадель пройти. Потом там еще охранник стоял. Инквизитор там проход закрыл до определенного времени. То есть вот это то, что карта у нас сейчас есть, это пока еще не все. Не полная, так сказать, карта. Пойдемте дальше направо. Пройдем еще, посмотрим, что есть. Так, и вниз пойдемте, сходим. Это что? Чего? Так, а, это кузнец. Кстати, кузнец, я тут слизней поубивала. Вот, к нему подходишь, тут сразу он точить старый меч и убить слизней прямо за кузнецей. На тебе. Получили простые железные детали и историю. Отличная работа. Вот возьми этот точильный камень, с его помощью ты можешь починить любой инструмент. Хорошо, спасибо. Дорогать пока не будем, потому что пока нет надобностей. Что-либо покупать, а деньги тратить просто так. В следующий раз сказал, что-то понадобится, а у нас денег не будет. Лучше мы это побережем. Старик, ты кто? Этот парень явно не в себе. Думаешь, я спятил? Нет, даже мыслях не было. Я просто стараюсь искать во всем позитив. К тому же я знаю, что действительно важно в жизни. Что? Думаешь, он поймет? Нет, Дик не поймет, он слепец. Ладно, наплету ему что-нибудь тогда. Важно спокойствие, хороший урожай и сладости. Сладкие сладости, как мед. Приси мне немного меда, и я научу тебя печь торт. Нет ничего лучше тортов. Еще задание. Мед. Где бы взять мед? Так еще какое-то болото. Это, наверное, сделано так для красоты. Вряд ли мы туда сможем как-то спуститься. Потому что дороги нет. Яблочки, яблочки, яблочки. Так, нельзя собрать яблочек? О, можно. Но почему-то не все. Видно, не все, наверное, созрели. Грибочки. Еще персонаж. И тут, наверное, звезда черт живет. Так, святая Макрель, парень. Смотрю я на тебя и вижу, что по тебе плачет волшебный мир рыбной ловли. У меня не очень много знаю про рыбалку. Ну так тебе повезло. Я знаю про рыбалку все. Рыбалка так умиротворяет. Плюс это неплохой дополнительный заработок. А какая рыбка вкусная. Да, звучит заманчиво. Умиротворения мне, пожалуй, не хватает. Правильный ответ. Я тебе могу снабить всем необходимым и научить готовить любую пойманную рыбу. Как приготовить? Поможете мне рассказать, как приготовить? Ну, всегда можно просто пожарить целиком. Но я предпочитаю перемолоть, свалять палочки и зажарить в масле. Нет ничего лучше рыбных палочек, только крабовые. Новые рецепты. Знаешь, что еще? Когда ешь много рыбы, начинаешь сам думать, как рыба. Хороший рыбак всегда любит рыбкой закусить. Так, а удочку-то дашь мне? Ясное дело, есть. Моя старая удочка. Я ее почти даром отдам. Налови мне мотыльков и можешь забирать. Отлично из них наживка выходит. Их только ночью поймать можно. А я ни черта в темноте не вижу. Хорошо, мотыльков поймать надо. Тоже зайти нельзя. Это у нас смотритель маяка. Где же звездочет? Звездочет вечером приходит на звезды посмотреть. Хорошее дело, красивое. Я как на луну смотрела. Незабываемые деревья. До сих пор мечтаю еще посмотреть, что это. А это рубить дерево. Не надо нам пока никаких деревьев. Где мед-то нобыть? Добыть. Надо быть медом. Так, это опять уже деревня, да? Ну да, кузнец там. Так, куда мы ходили? Вверху у нас тут все. Тут закрыто. Это лагерь этих... О, господи, какая там цыган. А, вот тут вот еще надо вверх чуть-чуть пройти. Так, пошли. Так, ты кто? Не будешь разговаривать с мной? Не надо. О, ты кто? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Добрый день, господин. У нас вы можете найти лучшие молочные продукты в деревне. И говорят, говядину можно купить? О, нет, господин, коровы наши друзья. Мы не похожи на городских жителей. Не удивлюсь, если они начнут есть человечину. Они-то думают, что они самые умные. Ну, я думаю, они просто барбары. Ладно. Или нам пока тоже молоко не нужно. Так, внизу вижу улья. Можно собрать? Нет, не собираются. Собираются цветочки. Так, цветочки оставим. Пускай мед как-то должен образовываться. Для этого нужны цветочки, чтобы пчелы опыляли. Так, мы эти точки трогать и будем. А вот тут вот с дерева соберем. Ай-яй-яй! Так. Походу, меня ужарили. Сколько нам надо меду? Пчеловод торговать за 8... А, у него 18... Один мед за 30 монет. Нам сколько можно? Как мне выстрелить? Угу. Сколько надо меда там? Так, сколько надо меда? Персонажи. Где старик? 5 горшочков меда. А у нас... 3, да? 4 горшочков. Ну, еще один надо. Вот, отлично. 5 горшочков меда. Так, если старик там, сразу пойдемте отнесем. Так, у нас по чуть-чуть. Когда мы ходим, тоже, по-моему, тратится энергия. Но не так много, мне кажется, да? Или мне кажется, что она тратится. Так, нет, старика. Походу, в свой горшок залез. Ладно, пойдемте мы тоже туда поспим. Так, у нас, кстати, пива нет. Как же все ноги оттапливаются. Питать можно, как далеко идти-то. Еще вопрос. Нам надо научиться, как-то делать наборы для починки. Я никак не пойму, как делать наборы для починки. О, как же без него хорошо. Ну, мне так грустно. Я так одинок. Я плохо себя вел, когда был жив. Надо было вести себя лучше. Почемки. Мы, похоже, и мертвы, но все еще заслуживаем уважения. Я тебе расскажу. Каждое тело – это сосуд. Жизнь оставляет на нем отметины грехи. Даже лучшие надгробия не упокоят мертвого, если в нем полно зла, наверное. Я не уверена, что все правильно понял. Наверняка ты не понял. Главное – заботиться о кладбище. Я буду следить за тобой. Так все плохо. И даже умереть нельзя. Так, каждый орган имеет свои характеристики. Общее количество трупа красных и белых черепов описывается с помощью характеристик его частей. Вы можете изменять показатели трупа, извлекая органы и бальзамируя. Основной способ увеличить показатели, наверное, кладбища. Это украшать его объектами, приносящими много зеленых венков. Только линии, содержащие белый череп и зеленый венок, приносят белый череп и зеленый венок в сумме. Линии с красным черепом не считаются. Но вы должны заполнить их с помощью зеленых венков, чтобы добраться до белых черепков. Что-то как-то сложновато пока. Но разберемся. Так, здесь я могу свой дом поуютнее. сделать, может, тогда наконец-то не перестанется этот череп. Так, у нас есть погреб еще. Что за звук? Чертовы ворота! Буду сюда каждую ночь приходить, но сломаю решетку. Что-то большой погреб у нас. Слишком большой. Похоже, я мог разобрать этот завал и укрепить свод. Как разобрать завал? Для этого нужны деревянные клинья, брус и простые железные детали. То есть нам нужны брус и клинья. Много мусора. О, за это красные дается. Давайте тогда разберем, почистим. И гвозди. Так, доска. Простые железяки даются. Отлично. Да, уберем, чтобы подвал тоже должен в чистоте состоять. Как так-то? Везде должно быть чисто. Если везде чисто, то везде чисто. А если все равно знаешь, что уголок где-то у тебя грязненький. Ну, как-то... Как-то не так. Приятнее все равно, когда вещи. Что в гараже? Так рецепт просто и вкусно. Что в гараже, что где-либо еще, в коем-то сарае, если он аккуратненько почищен, аккуратненько так все лежит. Это же глаз радуется. Так, что-то мы подсобирали. А готовить-то мы что можем? Так мы можем затопить. Хлеба, яичницы у нас нет. Рыбы у нас нет. Запеченное мясо, омлет. Тут что у нас? Мука. Нужна вода. Сырое... А, мясо. Нужно кусок мяса сначала порезать. Давайте порежем на кусочки. А у меня... Не могу, да? Так, ладно. Тогда ягоды выложим. Мед мы сейчас отдадим. Грибочки выложим. Муку пока выложим. Так, яблочки выложим. Стоп, подожди. А рецепт можно прочитать? Так, использовать. А, запеченные грибы, запеченные яблоки. А я их только выложила. Ну ладно. А теперь можно запечь, да? Не хватает, наверное, огонька. Все, я положила. Да, все, готовится. Ну, пускай готовится. Надеюсь, пожара не будет. Инквизитор! Я только что видела инквизитора. Прямо здесь, рядом с Федьминой горой. Святой Бухло, он бьет меня. Или даже хуже. Успокойся, я пойду отвлеку его. Может, на этой горе я найду то, что поможет мне найти путь домой? О, инквизитор! Не сейчас! Как-то не сейчас. Закрыт. Так, я, походу, что-то пропустила, да? Так, ладно. А что нам делать? Что нам делать? А, пойдем отнесем. Как ориентироваться-то, блин? Вот это вот показывает, какое сейчас время. Ну да, темно уже. Если темно, сейчас все лягут спать. Так что мы опять никого не поймаем. А, мы можем звездочета поймать, наверное. Да, точно. Пошлите на звездочету. Сейчас же темно. Там он будет на свои звезды смотреть. А он у маяка. Так, дедок, блин, не успела. Не хорошо тебе там в горшке так спится? Так, вот, не сюда. А мотыльков, кстати, не видно. Где они могут летать? Необычно на свет куда-то. Ну, а где звездочет-то? Или он в какое время приходит? А, вот оно меняется. Оно сейчас перекрутилось, поменялось. То есть сейчас вот. Вот, вот, ночь, темно. Так, смотритель маяка. Да мне, что ты мне, смотритель маяка, мне звездочет нужен. Или он откуда-то приходит? Или он живет в маяке? Или он из дома откуда-то приходит на звезды смотреть? Может, мы где-нибудь пересечем сейчас? Динься, подождать можем там. Вот он идет. Что? Или ты не можешь говорить, пока идешь? Пойдем, я тебя провожу. Старик. Ты же старый. Наверное, слабый. Сейчас темно. Мало ли кто-нибудь вон из-за дерева с яблоком. Выглянет, ограбит там. Яблоком в лоб кинет и все. И тюк. А я провожу, чтобы... Если что, помогу там. А ты мне поможешь за это, да? Домой меня отправишь, например. Или хотя бы расскажешь мне что-нибудь полезное. Все? Давай поговорим теперь. Привет. Вы звездочет? Был когда-то. Теперь же я всего лишь потерянная душа в тупике жизненного лабиринта. Я новый хранитель кладбища. И, видимо, мне нужна ваша помощь. Всем нужно что-то. Мне уже ничего не нужно. Мудрость приносит одну лишь печаль. Вот вы, юноша, к примеру. Выглядите весьма счастливым. Да и вообще, какое мне дело до ваших просьб о помощи? То есть вы мне не поможете? Нужно подумать. Ты присматриваешь за кладбищем? Да. Тихо. Что? Принеси мне череп. Это, конечно, незаконно. Но кому я сделала до этих глупых инквилитерских законов? А зачем? Говорящий? Гэри? Он вроде как мой друг. Как-то неудобно получится. Нет. Мне нужен обычный череп из трупа. Фига себе, звезда. Что ты вроде звезды изучаешь, а не поталантливаешься? Какая она там? Зачем тебе череп? Это какой-то предсказатель еще там. Фига себе, череп. Ладно. Блин, это нам навык, наверное, надо прокачать. Так, твердые запчасти. Извлекают кости. О, извлечь теперь отлично. Откроем. Теперь нам нужно ждать труп. О, и этот выспался. На тебе, мед я принесла. День тон. Бум-бам-бум. Я дик? Я существую? Меда, на. Моя прелесть. Ага. Так что насчет торта? Просто запомни. Нельзя перебарщивать с сахаром. Тортик поможет тебе посмотреть на вещи под новым углом. Больше точек зрения, больше мудрости. Какие все тут мудрые. Ладно, фиг с тобой, старик. Торговать я даже с тобой не буду. Сидишь в одних трусах. Что там с тебя взять можно? Так, надо теперь ждать череп. Ой, череп ждать. Вернее, и труп ждать, чтобы череп получить. Что у нас там в таверне? Только утро. О, пиличка. Раз с пиличкой. Нет, не хочешь со мной разговаривать? Так, а тебе чего? Твои навыки владения мечом оказались весьма кстати. На, держи пиво за счет заведения. О, точно, мы к этому еще не сходили. Уйти. Так, кружка пива. За то, что мы слизни поубивали. А пиво, пиво, пиво нужно отдать этому черепу. Он уже любит выпить. Еще с ним сдружимся. Может, он еще на что-нибудь расскажет. Вообще, уже как бы светло. Почему не меняется на утро? Надо теперь инквизитора, наверное, поймать. Чтобы туда пройти, к веденому горе. Так, череп у нас там будет сидеть. Эй, знаешь, я тебе чего принесла? Эй, где моя выпивка? На тебе пиво. Задание выполнено. Будьте, оно не ладно. Сплошное расстройство. Нужно что-то покрепче. Ты вроде неплохой парень. Так что, вот тебе мой совет. Прекращай наворачивать круги по кругу. Рассказывать всем, что ты из другого мира. Точно, точно. Сегодня ты шепнулся бутыльнику в таверне. А завтра твоя физиономия красуется на каждом столбе в городе. Так что, если не хочешь закончить на костре инквизиции, завязывай. Пожалуй, правда надо быть поосторожнее. Ну, что ты хотел спросить-то? Да, у меня есть вопросы. Как домой-то мне попасть? Легко. Я уверен, тебе поможет портал на Ведьминой горе. И все? Я просто должен войти в него? Или мне нужно сначала его активировать? Тут очевидно одно. У меня нет мозга. Так что я не совсем уверен, откуда у меня эти знания. Я рассказала тебе все, что смог вспомнить. Может быть, книга в библиотеке помогут тебе? Во, в подвале церкви находится библиотека. А может, задачок что-то знает? Он мужик смышленый. В детстве книги воровал из библиотек. Как мне попасть в библиотеку? Очевидно, через церковь. Издается мне погреб под твоим домом. Тоже связан с церковным подземельем. Там большая сеть туннелей. Они доходят даже до деревни. Сеть, сеть. Слушай, а я когда-то любила рыбную ловлю. Вспоминаю. Однажды вот такую рыбину поймал. Черт, без рук не показать. Но поверь мне, она была огромной. Ненавижу байки про рыбалку. А однажды... Знаешь, мне пора идти. Конечно, топай. Здорово, наверное, когда ноги на месте. Винца мне принести не забудь. Так, спросите о звездочете. Помню, умный он и веселый. Даже слишком. Но что-то, мне кажется, он лично... Я его никогда не встречал. Вино любил. Со смотрителем маяка вроде дружбу водил. Каждую ночь устраивал посиделки у маяка. Откуда я все знаю? Рассказывал, наверное, кто-то. Так, ну где находится маяк, мы знаем. Да, недалеко. Копать-колотить не помню, хоть убей. Сколько ты вопросов задаешь? Не получаю я удовольствия от нашей дружбы. Ладно тебе. Так, чтобы попасть в библиотеку, нам нужно завалы разгребсти. Чтобы разгрести завалы, нам нужны... Так, еще раз по строительству. Доски, клинья. Вот нам клинья нужны. Нам нужно изучить. Чтобы изучить, нам нужно красненьких еще побольше. Работу руками и обработку материалов. Так, а что я могу сейчас построить? Я могу что-то построить? Плавильная печь, ящик, деревянная наковальня, склад бревен, склад камня. Чурман. Так. Подожди. А это что? Место под бревна. Подожди, подожди, подожди. Так, расчистим. А чтобы тоже все аккуратненько было. Не только на кладбище, но и у нас, в дворе. Вот, вот, вот. Так, отлично. Почему не могу открыть место для рубки? Потому что еще что-то... Обработка... Кстати, наш брус нужен. Обработка дерева. Нам нужно 20 собрать. Наверное, после обработки дерева, я могу заготовку дров делать. Наржется копить. Так, нужна технология, чтобы порубить. Вот. Я тут рубила. Взяли бревно, потащили. Мне кажется, вот туда можно сложить. И его там, наверное, распилить. Или что-то в этом роде, да? Положить. А, это просто как хранение. Ладно. Так, еще нужно кустов убрать. Штуки четыре. Вот таких вот. Так. Так, а тут мы можем что? Убрать. Убрать что? Не знаю. Ой, тихо-тихо. Так, кто-то там шел, да? О! Вот мы сейчас и черепок-то получим. Спасибки. Пошли попробуем череп вытащить. Так, нам нужен череп. Да. А я могу только что-то одно из него извлечь? Или все? Все могу извлечь. Ошибка хирурга. Сказался недостаток опыта. И вы явно отрезали что-то не то. В результате качество тела упало. А я это получила? Мясо не завершено. Извлечь мясо, да. Ой, энергия, все. Энергия закончилась. Блин, а как? Так, стоп, подожди. Нет, череп у меня есть. А, он достал череп, но только неаккуратно это сделал. И поэтому... Ладно, так работает... А, я могу, наверное, что-то скушать, что у меня энергия. Кстати, эликсир. Эликсир, вот, вот сюда могу. Белый цветочек тоже восстанавливает энергию. Так, а это что? Сертификат на огород. На огород. Так, ладно. Сколько нам надо? Отлично. Мясо получили. А, вот. И все, да? Я с этим ничего не могу делать. Ошибка хирурга. Кость, если я получу. Так, сейчас мы эликсирчика выпьем. Кость получила. Отлично. И кожу получим. Все получим. И опыт задан, наверное, наработаем. Так, неизвестная часть тела. Вставить. Обратно могу вставить? Зачем? Не буду пока. Так, все, забираем тело. Так, куда бы его похоронить? Построим могилку. Сюда, наверное, похороним, чтобы уже весь квадратик был заполнен. Наверное, есть несколько путей в этой игре. Первое – это улучшить качество кладбища. Тогда нам священник откроет церковь. Мы сможем зайти в церковь, естественно, и в подвал. И второе – это у себя дорогу прорубить. Вот этот подвал и в библиотеку, естественно, наверное, попасть таким путем. Видите, я пока не могу рубить. Это что? Какие-то заросли выкапываем, выкапываем. Ух ты, сколько зелененьких. Так, кстати. Технология, технология. Почему? Что не хватает-то? Чего я не могу изучить? Я же распил. А, я распил еще не изучила. Да ладно. Так, ладно, заготовка. Вот, я что-то думаю, что изучила. Вот нам нужно дойти. Набор починки я могу создавать. А нам он нужен. То есть мы красненьких еще должны накопить. Что это за показатели? То есть у нас прошли сутки. У нас целые сутки держался вот этот полумесяц. Теперь у нас дождь бьет. Он нас вот сюда переключил. Это не время показывает. Это показывает, что погодные условия. Вот, идет. Куда идешь-то? Хоть темно. Или еще не совсем. Или нам, наверное, надо было бы хорошо лучше поспать. Потом уже череп нести. Ну ладно. Ну да, скоро еще, наверное, будет светать сейчас. Раз свет, он уйдет. Но мы успеем дойти. Почему тут бегать нельзя? Давай быстрее идти. Так, а время нам показывает вот этот вот. Финюшечка вот здесь вот. Что сейчас? Нет, все, ушел. Ушел. Ладно, пойдемте тогда сами тоже поспим. Пока дойдем, может быть, успеем вот на этот значок. И тогда встретим инквизитора. И меня тянут. Я только что. Вот. Пока. Вот это натоптали. Вот это прям натоптали. У меня следы остаются. Так, мы можем, наверное, подождать здесь, пока я сюда зайду. Да я великий инквизитор. Да, нет, блин, я опять опоздала, да? То есть до этого надо время, а не до этого. Ладно, пойдёмте тогда поспим и сохранимся. В следующий раз тогда. Мясо изготовилось. Заготовку нам зелёненькие камушки дали. Отлично, выспался. Так, и скоро опять ночь. Ну, игра у нас сохранилась. Ну, спасибо, кто смотрел. Заходите на мой канал, оставляйте комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...